всем привет меня зовут наташа и вы находитесь на моем канале о комнатных растениях и сегодня я вам покажу видео некоторые пересадки которые я делала на прошлой неделе в общем что да как смотрите дальше приятного вам просмотра решила я тут пересадить свою сансеверию массониану как-то в общем один из листиков очень болтался в общем решила раз я тут занимаюсь пересадками как раз пересажу в общем если помните я когда-то показывала в общем что хотела сделать такой эксперимент в общем у меня была изначально вот эта массониана она дала детку я ее продала потом вот эта массониана дала вот эту детку а затем вот эта массониана дала эту детку они были втроем вместе связаны то есть вот этот лист уже новую не давал то есть каждая новая санса дарила детку я решила летом сделать такой эксперимент провести в общем я разделила эти все три сансеверии друг от друга и для того чтобы впоследствии получить детки ну и что мы имеем в общем летом они сидели и буквально там августе когда я заметила что вот этот второй лист расти детку вот она уже такого уровня затем но мне было же интересно эти другие дали детки или нет в общем я как-то тоже раскапывала смотрела еще летом заметила что вот этот последний лист вот у него намечается вот тут внизу деточка но она вот не сильно развивается вот возможно потому что лист качался то есть корни не хорошо закреплены были вот сейчас я очень хорошо ее посажу прикопаю чтобы ничего не болталась и чтобы детка развивалась и тут сейчас раскапываю и вот видите вот беленькая торчит это вот начинает развиваться детка у третьего листа так что вот можно сделать такой вывод что эксперимент удался и каждый лист дал детку так что может быть если у вас тоже вот так сидят на сибири и вы хотите там их размножить побыстрее и побольше то попробуйте разделить взрослые растения и тогда каждая даст свою детку в общем я сейчас буду сажать их вместе вот еще кое-что пересадить в общем давно меня мучил этот замиакулькас в общем я на него все смотрела вижу что ему уже как-то и тесновато и вижу там повылазили ветки в общем хочу его пересадить и также у меня вот есть тут равен и супернова мне очень нравилась композиция в таком розовом кашпо вот здесь у меня но я думаю тоже для экономии места я лучше объединю их потому что вот с этим обычным зеленым у меня этот зензи маленький вон там растет я думаю и этот и так у меня горшка ну никакого такого кашпо нету красивого но я надеюсь что все равно у меня поместится в корзину и будет не видно в общем у меня есть вот такой большой большой пластиковый горшок есть также поддончик вот беленький но он даже побольше но какая разница даже и лучше попробую так это сейчас сделать быстренько объединить их какие плохие веточки уберу потом у меня есть некоторые вот листики на укоренение длинный тоже я сюда подсажу в общем я думаю будет все отлично когда все сделаю потом поделюсь уже результатом кстати грунт я буду сама замешивать я буду использовать универсальную землю перлит может быть этот вермакулит добавлю в общем всего понемножку и и все и будет отлично так что я приступаю к задаче своей ну вот делюсь с вами картинкой после вот такой замя кулькас у меня получился корзинку которая у меня была до этого он не влезал но у меня есть вот эта прекрасная корзинка и сюда отлично он в лес этот горшочек внизу там поддончик стоит так что все удобно в общем вот такой микс замя кулькасов у меня здесь сидит мне нравится очень красиво смотрится в общем надеюсь что ему будет хорошо вместе остался у меня только варигатный замя кулькас отдельно но он у меня на стеллаже под подсветкой растет еще хотела с вами поделиться своими новинками которые привезла с отпуском с краснодарского края это филадодрон гитаровидный у него очень интересный лист действительно похож чем-то на гитару такой вот красавчик там растет уже новый листик будет открываться вот такой еще вот этот аспарагус перистый о котором я мечтала долгое время и был даже чуть пышнее кустик но я его уже разделила поделилась со своими друзьями в общем которые тоже хотели такой цветочек в общем он вообще просто такой приятный вот одно тактильное просто удовольствие он приносит что уж говорить о таком зрительном удовольствии в общем когда на него смотришь я его поставил вот сюда наверх и ну под лампой до частично он стоит потому что я очень переживаю что его будет грызть кошка потому что другие мои аспарагусы тоже страдают поэтому все аспарагусы у меня живут как можно выше подальше чтобы не достались кошки хотела вам показать еще одно растение это пальма веерная которую я также привезла из геленджика заходили мы на рынок и там было дел с растениями ну прям на улице да и совершенно разные растения можно было там найти вот мой взгляд упал также на эту пальму я взяла сразу скажет даже две одну я привезла в подарок второе оставила себе я ее уже пересадила горшочек чувствует она вроде себе все в порядке хорошо растит листик вроде бы мне кажется что он стал немножко побольше но дальше буду наблюдать за ней и смотреть и представляете как вы думаете сколько стоило эта пальмочка вы наверное не поверите но вот такая пальма стоила всего лишь 200 рублей мне действительно это вот не верится в это что довольно такое подросшее хорошее растение стоит так недорого потому что я покупала вот допустим семена пальмы там вашингтоне ну разных пальм и они считай семена одни стоят там рублей 200 там 1 2 семечки а тут считаю уже такое довольно взрослое растение уже резные листики да у нее всего лишь 200 рублей это конечно мне кажется вообще как подарок так что я схватила просто с большим удовольствием это растение вообще все что я вам сегодня показала мои растения это ну точнее не все а именно покупки да это пальма это филдендрон гитара видный и аспарагус я купила на рынке в келенджике единственное да пальму пальму и аспарагус я купила в один день а филдендрон купила в другой день потому что он был немножко в другом месте ну то есть тоже на рынке но так скажем в другом отделе да то есть я сначала его не хотела покупать но потом как-то я все равно что-то все думала о нем знаете и ночью вспоминала про этот филдендрон и решила что обязательно мы как раз собирались вернуться на рынок я вернусь если он там будет я его куплю и и так и случилось в общем я за ним вернулась подумала нет все таки он мне интересен нужен вот так что так вот собственно все такие покупки которые я вам хотела показать впереди это именно покупки да которые привезла с отпуска впереди еще хочу снять видео о моих покупках уже здесь так что думаю скоро тоже выйдет этот ролик я сниму сейчас действительно много в общем чего хочется снять и стараюсь как-то все успевать так что так буду с вами прощаться спасибо большое за просмотр этого видео обязательно ставьте лайк пишите комментарии мне будет очень приятно так что до новых встреч